Да, действительно, конференция была очень хорошая, и много было, и юмора было очень много на этой конференции, и много таких очень серьезных и слов, и лозунгов, и, знаете, таких в зал бросались вызовы, чтобы вдохновлять нас, чтобы мотивировать нас, потому что мы кто? Мы плоть. И мы очень часто, когда только-только входим в зону комфорта, мы раз как-то расслабляемся, приземляемся, как-то начинаем уже по-другому смотреть на жизнь, на какие-то определенные вещи, которые нас окружают. И вот такие конференции, они, конечно, нужны. Аминь. Они очень нужны. И они что-то поднимают внутри тебя, и они что-то делают, что-то производят, обличают очень сильно, во многом обличают очень сильно. И, конечно, многие говорят, когда у них берут интервью, что вы, вот вы приехали, что вы хотите увидеть, что вы хотите услышать. Ну и часто говорят, что я бы хотел услышать направление в свою жизнь. Да и аминь. Это тоже своего рода, знаете, как знаковое событие, которое как-то показывает те направления, в котором ты двигаешься, потому что там очень много людей, кто приезжает на конференцию сразу, практически сразу после реабилитации. И это же огромный потенциал, это огромная сила, это многие таланты и дары, которые еще внутри спрятаны, но не открыты. Аминь. Их нужно открыть, их нужно достать, нужно их применить в жизни. Аминь. И тогда, конечно, будет, как написано, Царство Небесное, чтобы пришло на эту землю. Аминь. Слава Богу. И я сегодня хотел проповедовать, я сегодня хотел говорить на одну такую тему, которая, конечно же, она очень актуальна, она касается, каждого из нас касается очень-очень сильно. Почему? Потому что это внутри нас живет. Потому что это мы, это наш характер, это наша сущность. И, по сути, как мы поступим, так оно и произойдет. Как написано, что посеешь ты, то и пожнешь. Аминь. И если ты сеешь в дух, то ты от духа пожнешь жизнь, жизнь вечную, духовные благословения пожнешь. Если ты будешь сеять в плоть, то, ну, понимаете все. Аминь. И моя проповедь называется «Я причина всего». Скажи «Я». «Причина всего». Это, знаете, как причина и хорошего «Я» причина, и плохого «Я» причина. То есть «Я», можно сказать, в моих руках жизнь моя, собственная жизнь. Аминь. Но, конечно, здесь можно сказать больше не только моя жизнь, но еще и жизни других людей. Они также могут оказаться в моих руках. Аминь. В каком случае, когда ты берешь ответственность за себя, когда ты растешь, помните, как говорит Библия, сначала мы кто? Мы младенцы. Потом мы становимся старше, мы становимся подростками, потом мы становимся отроками. И цель всего нашего духовного возрастания – это отцовство. Аминь. Это мы с Евгением Смультах вместе, ну, жили в Ачинске на конференции. И он говорит, ты знаешь, Виталий, я до сих пор, говорит, не могу поверить, что у меня родился второй ребенок. Я не могу до сих пор поверить, что я отец. Я говорю, Жень, ну, тут как-то придется поверить в это рано или поздно. И чем быстрее ты поверишь, тем будет лучше всем и тебе в первую очередь. И знаете, вот мы родились, ну, давайте возьмем вот нашу страну, да. Мы родились в нашей стране, мы родились, ну, вот в том веке или в этом веке. И мы не видели своими глазами сотворение мира, да, то есть мы появились на свет, когда уже все было, когда уже все существовало, когда уже практически все работало. Конечно, когда ты появился на свет, когда ты родился, когда ты начал уже четко понимать, что тебя окружает, и сейчас, конечно, вот эти вот новые технологии, новая архитектура и так далее, конечно, все меняется. Но ты, так скажем, вошел во что-то, то, что уже было. Аминь, понимаете? И у нас это, конечно, очень сильно откладывается в наше сознание, в наше подсознание. И почему я об этом говорю? Потому что многие люди, на которых я смотрю, они живут просто как потребители, то есть день прошел, и слава Богу. И надо обязательно что-то от жизни взять. Кстати, Артур Симонин, да, проповедовал на эту тему, и он говорит, не-не-не, это лжеучение, нужно отдать. Но, к сожалению, конечно, многие люди, но они вот просто не просвещены, они не рождены свыше. И, конечно же, это нормально, это естественно, вот так вот жить, вот так вот поступать, то есть брать от жизни все. Взять вот то, что сегодня приготовил тебе, ну, не знаю, там, кто-то говорит Бог, кто-то говорит этот день, кто-то говорит вот судьба или так далее. По-разному называют, но привыкли, конечно, брать, привыкают, конечно же, брать. Но, слава Богу, что мы, как христиане, мы, читая от бытия и до книги Откровения, мы можем видеть, как Бог сотворил землю. И я глубоко убежден, что Богу не было скучно. Вот он, знаете, сидел, сидел. Я смотрел одну театральную постановку Образцова, это еще, я не помню даже какой год, сотворение мира. И там Бог и два ангела, и больше никого нету, то есть вообще никого нету. И они вот занимаются там всякой ерундой, там что-то там, картошку чистят, там еще что-то делают, ну, как бы Бог там вяжет что-то, то есть, ну, как бы заняться ему нечем. И они с ангелами начинают там, как бы диалог, давай вот что-то сделаем, что-то сотворим. И они начинают творить там землю, потом человека, то есть, ну, как бы история сотворения такая идет. Я глубоко убежден, что Богу не было скучно. И у него не было никаких, и до сих пор у него нет никаких комплексов. И он взял вот и сотворил землю, сотворил каждого человека от того, что ему скучно было, ему заняться было нечем. Я знаю людей, которые говорят, вот, Бог сотворил нас для того, чтобы вымещать свою злость, свою ненависть. И вы посмотрите, что происходит с этим миром, и сколько войн, болезней, и что только нет на этой земле. Но вы знаете, что это понятие, оно, кстати, тоже существует, оно родилось, это понятие причинно-следственная связь. То есть, есть причина, определенная причина всего того, что происходит на сегодняшний день. В той или иной стране, в том или другом регионе, с одним или другим человеком. И вы заметили, наверное, что с христианами счастья больше. Они в жизни видят счастья больше. Это же также причинно-следственная связь. Смотрели проповедь «Неописуемый Бог». Посмотрите, очень хорошая проповедь. Но она не одна, там их целая серия. Это Луи Гиглио, и он доказывает, ну или можно, в принципе, послушать. И он говорит, что он показывает фотографии с такого, как телескопа, Хаббл, да. И он показывает фотографии вот НАСА, Вселенной. Конечно, красиво смотришь на все на это. И, конечно, это завораживающая, ну вообще вот картина, эти фотографии. Как Бог красиво вот все сотворил, аминь. Галактики сотворил, там всякие туманности, там что только нет во Вселенной. Все это он красиво сотворил, аминь. И он потом приходит к галактике, Млечный Путь, нашей галактике, где мы с вами живем. И вот он говорит о том, что наша планета, Земля, она находится в самом безопасном месте галактики. Вы знаете, что там всякие метеоритные дожди, там что только нету. Кто там только не летает во Вселенной, в галактике. И вот мы находимся в самом-в 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 самом безопасном месте. И знаете, кто об этом подумал? Чтобы поместить планету Земля в самое безопасное место планеты. Конечно же, Бог. Конечно же, Творец и Создатель. Просто задумайтесь, несмотря на то, что вы просто появились на этот свет в этой стране. И стали просто по факту жителями России. Де юре, де факте. Но просто, если когда ты задумываешься от самого начала, насколько Бог чудесен, насколько Бог все еще до сотворения даже этой планеты все настолько четко продумал, то, конечно, ценность себя самого в твоих же собственных глазах очень высоко вырастает, очень высоко подрастает. Аминь. И ты понимаешь, что ты намного ценнее в глазах Божьих, чем ты думаешь о самом себе. Аминь. Понимаете? И я тоже глубоко убежден, когда Бог сотворил Адама и Еву, как их рисуют в книжках с такими волосами. Они такие, как на Маугли. Знаете, похоже? Как неандертальцы такие, там из-за дерева смотрят, там змей, яблоко, там все такое. Я в это не верю. Я не думаю, что они были похожи на неандертальцев. Я думаю, что они были похожи вот на нас с вами, на очень современных людей, но облаченных в славу Божью. Ну, вы, наверное, не верите в это, да? Вы все-таки верите, что они были похожи на неандертальцев, да? Такие в шкурах, такие животных, с молотками бегали с каменными, за мамонтами. Это потом, кстати, пришло, когда Адам и Ева, они согрешили, когда Адам и Ева, они потеряли вот эту славу Божью. И Бог был вынужден. Это тоже причина, почему Бог взял и выгнал Адама и Еву из этого Эдемского сада, потому что там еще находилось дерево жизни. Помимо дерева познания добра и зла, там находилось еще дерево жизни. И представляете, если бы они в состоянии греха съели от дерева жизни, что бы произошло? Они бы никогда не смогли умереть. Это, во-первых. Во-вторых, тот грех, который поразил их, который разрушил, он жил бы вечно. И тогда ничего нельзя было бы сделать. Но произошло то, что произошло. И, конечно же, они были причиной всего того, что происходило. Понимаете, какая тоже связь, какая параллель? Вот эта вот причина или они стали причиной того, что сейчас происходит в мире. Вот опять про то, что мы говорили. Войны, болезни, зло, проклятие, ненависть и все остальное. Находится один человек, его звали Ной. Он строит ковчег, он всех животных расселяет в этом ковчеге, закрывает и начинается потоп. Это также причина того, сейчас я вам прочитаю это местописание, это Бытие, 6 глава, 5 стих. И написано, и увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле. То есть у Бога, другими словами, просто не оставалось ничего, чтобы взять и изменить этот мир и сделать его другим. И начать снова род человеческий от Ноя, от его семьи. И написано, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. То есть представляете, да, что люди, они реально сходили просто с ума, творя вот это вот зло и беззаконие. И ничего с этим сделать невозможно было. То есть самостоятельно человек не мог измениться. Без Бога у человека не получалось этого сделать. И вот Бог находит праведного Ноя, и он совершает вот это вот действие. Следующий, очень также хороший, мне он очень нравится, библейский персонаж, это Авраам. И как пастор Василий, он проповедовал, да, о риске. И он действительно, Авраам, он был человеком риска, да, то есть представляете, просто взять и оставить тот город, в котором он родился, в котором он жил, родственников собрать и повезти их, просто повинуясь Богу, повезти их вообще не зная куда. Повезти их не зная куда. И можно открыть евреям 11 главу. 11 глава книги евреям, и мы немного прочитаем о том, что сделал Авраам, 11 глава, с 8 по 10 стих. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел не зная куда. Он получил это внутри себя, он увидел это внутри себя. Бог вложил в его сердце идти туда, где его ждет наследие, где его ждет что-то лучшее, чем где он находился в Урихалдейском. Идти в страну, которую имел получить в наследие, пошел не зная куда. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком Иаковым, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. И дальше идет о Саре, о том, как и она повиновалась. И вот можно еще 16 стих прочитать. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Представляете, сам Бог не стыдится называть себя «я Бог Авраама», «я Бог Исаака», «я Бог Иакова». Почему? Потому что они приняли решение, потому что они стали вот этой причиной, и Богу не стыдно по этой причине называть себя Богом, Авраама, Исаака и Иакова. И я всегда причина всего. В меньшем случае или в большем случае, но это от меня зависит, быть причиной. На конференции много кто рассказывал, кто говорил о пробуждении. И всегда приводился в пример один человек, одна церковь, одна какая-то определенная страна, и там начиналось это пробуждение. Какой-то один человек становился причиной вот этого пробуждения. Конечно, и Томми Барнетт, и другие говорили какие-то определенные пункты, как или что происходило. Сначала просто было огромное желание, была молитва, были какие-то еще определенные духовные действия, какие-то духовные дисциплины применялись. И после этого что-то происходило, что-то менялось, или начиналось целое пробуждение. Аминь. Там из церкви буквально в 250 человек, то есть за несколько лет наполнялась церковь 8 тысяч и больше. Становился просто один человек одной причиной всему этому. Аминь. Давид также это герой веры. Его вера также произвела определенные вещи. Можно открыть Исайя. Пророк Исайя 11 глава. Пророк Исайя 11 глава. Мы очень часто читаем это местописание, когда Рождество Христово. С 1 по 3 стих. И произойдет отрасль от корня Исеева. Вы помните, да, кто такой Исей? Это отец Давида. И ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду о честь своих и не по слуху ушей своих решать дела. Конечно же, мы все прекрасно знаем сегодня, да, что это говорится о Иисусе Христе. Но Давид принимает решение. Давид становится причиной того, что целая отрасль появляется, появляется целая ветвь, как мы сегодня называем дерево, да, у меня есть дерево, дед, прадед, прапрадед, прапрапрапрапрадед. И вот так же целая ветвь от целого дерева произошла. И Бог сказал, что на этом троне будет всегда сын Давидов, будет вечно править. Конечно же, он говорит об Иисусе Христе. Аминь. Но, как бы там оно не было, но это Давид. Конечно, мы читаем историю, мы видим его ошибки, мы видим его победы, мы видим, что он делает. Мы в некоторых вещах осуждаем его, говорим, ну, зачем ты так сделал, зачем ты так поступил. Ну, поступил, уже все. Это уже постфактум. То есть, это уже произошло. Может быть, это говорится просто про нас, чтобы мы не поступали так. Аминь. Чтобы в нашей жизни не было таких ошибок. И в другом случае, наоборот, мы можем видеть, мы можем брать для себя, мы можем учиться и быть поклонниками такими, как Давид. Аминь. Что Бог сам восхищался, как Он поклонялся Ему. Аминь. Какие жертвы, какие пожертвования Он приносил, какие мечты, какие планы были в сердце Давида. Он хотел построить храм. Мы же тоже хотим сделать ремонт в храме. Аминь. Купили, и сейчас нужно делать. Аминь. Чтобы Бог так же, Он восхищался тобой и говорил, вот он, мой герой. Слава Богу. Человек, который принял решение. Который стал причиной для того, чтобы я возмутил в этом городе. Все. Аминь. Слава Богу. И, как я уже говорил, мы, конечно же, люди Нового Завета. То есть, мы родились вот в этом веке, так скажем, в 20 веке. Сейчас 21 век. Мы сейчас, конечно, думаем стандартами, мыслим стандартами уже Нового Завета. Мы читаем Ветхий Завет. Написано, у нас есть Библии, там есть Ветхий Завет, и мы читаем его. И мы понимаем, ну, во всяком случае, большинство понимают, что Ветхий Завет и Новый Завет, они очень тесно связаны. И нам обязательно его, конечно, нужно читать. Это про образы. Мы должны учиться, мы должны какие-то уроки извлекать из всего того, что там было. Аминь. Знать, конечно же, историю. Историю сотворения мира, потому что это очень важно. Это очень важно для нас же, чтобы мы не потеряли, чтобы мы не потерялись. Но мы христиане Нового Завета. И, конечно, когда приходит человек в церковь, новообращенный, мы всегда советуем начинать читать с Нового Завета, с Евангелия, от Матфея, и так далее, и так далее, и так далее. Когда человек уже более-менее начинает разбираться, тогда, конечно, мы говорим и бытие, и от бытие, и Ветхий Завет нужно, конечно, читать, чтобы ты больше знал, больше понимал, больше был просвещен. Но в Новом Завете скрыты для нас, конечно, очень важные и фундаментальные, особенно для церкви, истины, как вести себя. Аминь. Какими правилами руководствоваться, и что должно быть основой для каждого христианина. Понятно, что сейчас спроси, каждый скажет, это любовь. Аминь. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Да, и аминь. Так оно и есть, конечно. И, конечно, была причина, была особая причина. Это рождение Христа, это рождение помазанника, это рождение Спасителя, рождение Освободителя. Зачем? Для чего? И Евангелие от Луки, 4 глава, 18-19 стих, он дает нам четкий ответ, для чего Христос родился, для чего Христос пришел, и какая его была миссия, какое его было послание. Помните, да? Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Что делать? Благовествовать. Нищим послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И Он это сделал ради тебя, Он это сделал ради меня, Он это сделал ради нас. Аминь. Потому что причиной всего пришествия Иисуса, это, конечно же, мы. Аминь. Это, конечно же, я. Мы должны на этом очень сфокусировать, ну, можно так, давайте скажем, все. Аминь. Что мы не какая-то посредственность, что мы не просто люди, которые день прошел, и слава Богу. Взяли от этого дня что-то, и, аллилуйя, слава Иисусу Христу. Нет. Еще раз повторяю, что Бог все сотворил, Он все это творил. Я не знаю, сколько времени Он все это делал. Поместил нашу планету в самое безопасное место. Потом мы видим все эти истории библейских героев, библейских персонажей, как они жили. И вот появляется Иисус Христос. И зачем Он появляется? Ради нас. Причина Его появления, это, конечно же, мы. Помните, была в Ветхом Завете целая система жертвоприношений, но она не могла смыть грех. Она покрывала грех, но она не могла смыть, она не могла разрушить. Вот это кровь животных. Помните, есть такой хороший псалом, который говорит, что что вы приносите мне жертвы, вот все эти горы, равнины, они мои, так говорит Бог. Вот эти вот все агнцы, которые пасутся на этих горах, на этих лугах, они мои. Вы мне приносите мое. И не цените это, и начинаете заниматься дальше своими делами. Принесли, все, слава Богу, и дальше побежали. Ну, как бы исполнили. И, конечно же, появляется Иисус Христос для того, чтобы разрушить этот грех, разрушить вот это проклятие, разрушить все вот это вот то, что когда-то грех разрушил в нас. Аминь. чтобы восстановить для себя, восстановить для Царства Божьего каждого из нас. Аминь. И если так коротко сказать о себе, то мне 42 года. И с 97-го года по 2003-й год я занимался всякой ерундой. Вот правда. Но я не думал, что я занимаюсь всякой ерундой. Я тоже думал, что моя жизнь, она я даже не знаю, как это сказать. Ну, хорошая, конечно, жизнь. Но появился, вот как я уже говорил, появился на свет. Я не виноват, то есть это вы меня родили. Я вообще не просился, не напрашивался. Ну, как бы вот появился, ну, вот будьте как бы любезны теперь. Вот кормить, поить, одевать, обувать. А потом уже извините, я стал взрослым и самостоятельным. То есть теперь, ну, как бы терпите. Ну, и вот так вот оно все как ком, то есть оно накладывалось, 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 то есть там не ком, а огромный такой камень стал. И, конечно, там, что я только не делал. И пил, и курил, и баловался там всякой ерундой. и вот, так скажем, я стал перед определенным выбором. То есть, ну, как бы, я смотрю вперед и вижу, ну, пропасть, реально вижу пропасть. Я даже по-другому, даже не знаю, как сказать, какой пример привести. Вот просто пропасть. И вот мне один шаг, и все, и полетел. И вряд ли кто-то уже поможет. И вот встречаю я, ну, я их и раньше, конечно, встречал верующих, евангельских верующих, потому что я-то себя считал всегда верующим человеком. Я в храм ходил, я свечи ставил, то есть, я крестился, когда на душе было очень тяжело, я всегда бежал. Я знал, куда бежать, я знал, где поможет, я знал, что Бог есть. Но я встретил настоящих евангельских христиан. Приехал, это оказалась домашняя группа. Я не знал, что это домашняя группа. Я приехал, сижу, мне рассказывают о центре реабилитации, это у Дениса Гусельникова на, не помню, как эта улица называется, была домашняя группа. И вот мы с ним пообщались, поговорили, и он говорит, слушай, Вадим, пойдем, там в соседнюю комнату у нас там люди собрались, посидим, там чай попьем, пообщаемся еще немного. Я говорю, ну ладно, хорошо. Ну и все, и мы перешли в другую комнату, я смотрю, там человек, наверное, 12, может быть, 15, я думаю, тут и бабушки, и дедушки, и молодые, все, короче, я думаю, ну ладно, хорошо. И там парень приехал, Сачинска, он был на реабилитации, и мы что-то с ним еще языками закусились, и мы, то есть, ну прям, нашли общий язык, он мне там свидетельствовал, я думаю, ну все, хорошо, поеду в центр тоже, думаю, ну если ему помог Бог, я думаю, почему мне-то не поможет, мне тоже поможет, слава Богу, что я принял решение это, поехал в центр. И знаете, когда я был в центре, тоже в моей голове очень много, что происходило, какие там тучи только грозовые не проходили, разные мысли были в моей голове, что делать, как поступить, куда пойти, чем заняться и так далее. Бог реально меня освободил, Бог реально меня исцелил, я вообще по-другому стал смотреть на этот мир, на себя, на ближнего, ну вообще на все. То есть если говорить подробно, то тут целого дня не хватит рассказывать, что даже просто проходило в моей голове за период реабилитации. И вот настает тот день или тот момент, когда мне нужно определиться, потому что меня ребята звали на миссию. Я говорю, ребят, у меня жена, ребенок, надо как-то дома порядок навести, надо как-то вот все, то, что раньше надо опять снова восстанавливать, надо опять снова все как-то привести в норму, в нормальную норму, надо на работу устроиться. Я говорю, у меня не было ни одного дня, ну стажа рабочего, то есть я, ну как-то думал, сказал, что в следующей жизни буду работать. И вот они ко мне подходят каждый день, поехали на миссию, поехали на миссию, поехали на миссию. Я говорю, да нет, ребят. Я говорю, я сейчас человек верующий. Вот если я получу откровение, тогда да, а так нет. Я говорю, я, ну как бы по жизни был авантюрист, но не до такой степени. Но я понял сразу же, что с Богом, ну в шутки нельзя играть ни в какие, надо серьезно и конкретно, то есть определился и все как бы. Ну и вот. И я, конечно, молюсь, приезжает и пастор Тимофей, и пастор Роман Гейнс приезжает, и Антон Антонович наш приезжает. Все проповедуют, все служат, и все говорят о миссии. И я, конечно, после каждого служения, я выходил на улицу, говорил о своих переживаниях и говорил Богу, Бог, вот ты сейчас говоришь вот о миссии, о миссии. Я говорю, вот у меня есть уже план, куда мне идти, что мне делать. Он четкий план, потому что когда мне ребята задавали вопросы, я им конкретно говорил, что я буду делать и заниматься. И в принципе у них, конечно, ну, как говорится, нечего было сказать на это, потому что все цели-то были хорошие, все цели-то были порядочные, все цели-то были здравые. И вот я выхожу в очередной раз на улицу, начинаю молиться и говорю, Господи, может быть, ты в моем лице видишь миссионера? Прихожу в дом, возвращаюсь, открываю Библию. Вот вам точно это местописание ни слова не скажет. А мне оно все сказало. Оно просто взорвалось в моем сердце. Там написано в пророке Иеремии, садись на коня, бери лук, стрелы, меч, еще что-то там не помню, что нужно было взять, и скачи. Понимаете, да? Вот так Бог на миссию посылает. Вот я говорю, вас только вызовет это смех. А я-то реально смутился. Я начал дальше молиться, думаю, ну, всякое бывает. Мне говорили на реабилитации, что духов надо проверять, потому что, может быть, это не Бог и так далее. Рогожку нужно расстелить. Ну вот я давай стелить рогожку, то есть каждый день. И Бог подтверждает, и подтверждает, и подтверждает. И все, я подхожу к братьям, я говорю, ну все, я с вами. Аллилуйя. Слава Богу. Все обрадовались. Особенно я. Но меня единственное, что во всем этом предприятии нравилось, что меня как-то утешало, что мы возвращаемся в Новосибирск. Что мы не едем куда-то в другой город, что в Новосибирск, в Советский район, в Академгородок. Ну, я знал Академгородок. Думаю, слава Богу. Ну, Академгородок так Академгородок. Дом все равно рядом, как бы. Буду видеть всех своих, и дочку, и всех-всех. Как-то про другой город я, ну, не знаю. Ну, наверное, бы тоже бы, конечно, принял бы, как от Господа. Но это меня больше утешало. И вот в 2003 году мы поехали в Ачинск, в миссионерскую школу, отучились, вернулись, начали собрание, начали служение, начали все. И домашние группы, и реабилитацию, и все-все-все-все-все начали. Слава Богу. И если вы спросите, пожалел ли я? Нет, не пожалел. Всякое было. И всякое будет. Еще. Аминь. Но вы знаете, я увидел, что слава Богу, что Бог, Он вот именно в том состоянии, и на том этапе, Он мне это открыл. Потому что, когда ты становишься взрослее, то ты, как говорят пророки, мы в Ачинске молились, и за меня молились, и мы все молились, и мне пророчествовали, и мне говорили, ты, говорит, как корабль, который оброс уже ракушками, надо их все счистить. Я говорю, аминь. Все надо счистить. Там, что мне только не говорили, что только не пророчествовали. И вот, когда человек становится взрослее, когда он, ну, я понимаю, что он как бы врастает корнями все глубже и глубже. И ему, чтобы подняться, ему нужно еще больше усилий приложить. Еще больше усилий приложить. Но, я, знаете, понимаю, что я, конечно, на себя, ну, так вот, в смирении, не хочу на себя, как говорят, пуха набрасывать, да, но я знаю точно, что если бы тогда, вот, я не принял бы решение, то, ну, возможно, даже некоторые люди, они бы не спаслись. Потому что мы реально зависим же друг от друга. Аминь. То есть, я спасся, иду, свидетельствую, проповедую. Благодаря этому свидетельству, этому слову, спасается еще другой человек, спасается еще другой человек, спасается еще другой человек. и кому я служил, сейчас многие пасторы, и у многих церкви и 100, и 200, и 300, там, и больше человек. А когда-то они просто приехали на реабилитацию. И я сидел просто, объяснял новый завет, просто рассказывал притчи, просто проповедовал, верил, что в этом человеке большой потенциал, и что он также может стать причиной спасения других людей. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И, конечно, ты можешь сказать, что я причина начинать служение или не начинать. Я причина начинать домашнюю группу или не начинать. Я причина участвовать, даже вот сегодняшний день возьмем в строительстве или в ремонте этого храма или не начинать. То есть, я принимаю решение, то есть, во мне, во мне это причина. Аминь. Я причина ехать на миссию или нет? Я причина всего. Всего, что с тобой может произойти. То есть, это я, я сам. Мы сильно влияем друг на друга, мы вдохновляем друг друга, мотивируем друг друга, мы молимся друг за друга. Здесь, после служения, если за кого-то надо помолиться, обязательно мы помолимся. Аминь. И кто-то получит исцеление, кто-то получит освобождение, кто-то еще что-то получит. Аминь. И я, причина, могу это делать или не могу, хочу это делать или не хочу, буду я так поступать или не буду, это во мне. Аминь. Это во мне. Слава Богу. Татьяна, ты у нас сегодня за старшего. Слава Иисусу Христу. Я причина всего. Об этом нужно знать, об этом нужно помнить. Давайте мы помолимся. Аллалюя. Господи, вся слава, вся честь, вся хвала, она принадлежит Тебе. Она принадлежит Тебе, единому, Тебе, святому, Тебе, праведному, Тебе, Господи, сильному, мудрому, благословенному. Аллалюя. Мы поклоняемся, любим Тебя, благословляем Твое святое имя. Аллалюя. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь, за все, что Ты творишь в жизни каждого из нас. Ты хранишь, оберегаешь, защищаешь, даешь все, что необходимо для жизни и благочестия каждого из нас в Церкви Твоей. Аллалюя. Господи, веди нас, направляй нас, наставляй нас, учи нас, преображай каждого из нас в Божий образ и в Божие подобие в сегодняшнем дне. Аллалюя. На всей этой неделе, Господи, являй себя. Господи, каждому из нас давай в каждом дне человека мира, которому бы мы могли свидетельствовать, проповедовать, служить, того человека, которого Ты предопределил для себя, для Царства Божьего, во имя Иисуса Христа. Господи, открой нам глаза, чтобы мы могли видеть этого человека, чтобы могли услышать нужду этого человека во имя Иисуса Христа. Аллалюя. И чтобы мы могли быть скорыми на ответ. Аллалюя. Благослови каждого из нас во имя Иисуса Христа. Благослови эту неделю все служения здесь, в храме, в офисе Господи. Благослови во имя Иисуса Христа за все Тебе честь, хвала и величие. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. 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 Аминь.